Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Брятков и Анатолий Петрук. И сегодня мы поговорим об использовании энергетических напитков для коров после родов. Использование энергетиков имеет давнюю историю. Еще наши бабушки, ну, наверное, еще и их бабушки, давали корове после родов пойло. Обычно в это пойло входила теплая вода, высивки, яйца, молозива, а колокольные воды, если удавалось их собрать, а также сахар в качестве энергетика. Коровы с удовольствием выпивали такое пойло. У них вовремя отделялся по след, и вообще коровы чувствовали себя бодро. Эти рецепты также актуальны и сейчас. В современном промышленном животноводстве эти рецепты доработали с учетом новых вызовов, таких как кетоз, ацетоз и гипокальцемия. Многие ветеринары имеют свои рецепты энергетиков, куда включают глюкоза, глицерин, пропилингликоль, пропионат натрия, живые дрожжи, премикс и еще много других компонентов. Мы же предпочитаем готовые заводские продукты. Давайте разберем самые распространенные продукты. Во-первых, это порошки для приготовления пойла. Во-вторых, жидкости для приготовления пойла, а также полюсы. Начнем с порошков. Покажем на примере Витамас Энерджи, который мы используем в нашем хозяйстве. Это килограммовый пакет для одноразовой выпойки. Состав продукта в качестве источника энергии входит глюкоза и кальция пропионат. Также в его составе содержатся электролиты, витаминно-минеральная смесь, пробиотики и подсластитель. После того, как корова родила теленка и 15 минут его полизала, даем ей 1 килограмм Витамас Энерджи, перед этим растворяя его в 20-40 литрах теплой воды. Большинство коров выпивают пойло сами, некоторым нужно использовать пищеводный зонд. Таким образом, мы профилактируем задержание по следа кетоз и порез. Из жидких энергетиков самый популярный пропиленгликоль. Он очень широко используется на фермах. Его доза от 300 до 500 мл. Заливает его коровам как в чистом виде, так и с водой. Пропиленгликоль коровы очень редко пьют сами, поэтому его нужно заливать из бутылки, спецпистолета или с помощью зонда. Важно использовать фармакопейный пропиленгликоль. Он хоть и дороже, но безопаснее, чем технический. Технический часто продают как фармакопейный, но его выдает сильный технический запах. Плюс пропилена – это цена. Минусы – это введение зондом или бутылкой. Также эффект не всегда есть от одноразового применения. При благоприятных условиях с одной молекулой пропилена может образоваться две молекулы глюкозы, а может и не образоваться. Нередки случаи диареи у коров после применения пропиленгликоля. Болюсы энергетические. В прессованных или желатиновых капсулах содержат пропионат, глюкозу, защищенный жир, соевый белок, ниацин, пропиленгликоль и другие компоненты. Сразу после родов используют два болюса и еще один на следующий день. Их вводить легче, чем зонд, но сложнее, чем просто давать корове пойло. Минусы – это цена, концентрация активных компонентов ниже, чем в порошках. Дополнительный плюс порошков и пойла – это жидкость. В хозяйствах, где остро стоит проблема смещения сычуга, это помогает заполнить внутрибрюшное пространство после рождения теленка. Рубец наполняется жидкостью, фиксируя сычуг. Друзья, используйте энергетики в своей практике. Это поможет избавиться от множества патологий в послеродовый период. Подписывайтесь на канал. До свидания. Важно использовать фармакопейный профилен Геколь. Он хоть и... Это уже на... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова